Джип давным-давно завел красивую традицию – весной, за исключением прошлой, проводить внедорожный фестиваль Easter Jeep Safari, то бишь пасхальное сафари. И каждому мероприятию Марка готовит несколько крутых шоу-каров. В этом году главной звездой фестиваля стал Jeep Magnita – электрическая версия короткобазного Wrangler. Инженеры рассовали по всему кузову блоки аккумуляторов, но на вездеходные возможности этот факт вроде бы не повлиял. Место двигателя внутреннего сгорания занял 300-сильный электромотор, при том инженеры сохранили не только полноприводную трансмиссию, но и механическую коробку передач. Хотя для серийного авто подобная концепция точно не применима. Едем дальше. Внедорожник Jeepster Beach представляет собой рестомод на основе Jeepster Commando полувековой давности. Сохранив оригинальный кузов, авторы проекта внедрили современную начинку и интерьер. Wrangler Orange Pills, что переводится как апельсиновая корка, имеет доработанную ходовую, огромные колеса и другие эффектные решения, вроде оригинального обвеса и фирменных полудверей. Впрочем, таким можно сделать любой Wrangler. По принципу больше аксессуаров на один автомобиль, вдобавок скроен пикап Gladiator Red Bear. Эту приставку правильнее перевести как обнаженный красный, а сам концепт заполучил доработанную трансмиссию и завышенную подвеску. И продолжая тему необычных авто. Суперкары Aston Martin Vintage теперь стали автомобилями безопасности на гонках Формулы-1. Поэтому британцы поспешили сделать на их основе гражданскую спецсерию F1 Edition. В продаже одновременно пойдут открытые и закрытые версии, у которых 4-литровый битурбомотор AMG был форсирован весьма уверенно. Зато восьмиступенчатый автомат ZF перекалиброван так, чтобы быстрее менять передачи. Также доработки подверглись аэродинамика, рулевой механизм, передний подрамник и подвеска. Скажем, в ходовой заявлены иные амортизаторы, а сзади вдобавок инсталированы более жесткие пружины. Динамические характеристики почти не изменились, но формульное издание Aston должно быть быстрее на гоночных трассах. Проверить соответствующее утверждение смогут те, у кого есть минимум полторы сотни тысяч евро. И еще. В этом сезоне Martin после 60-летнего перерыва вновь выйдет на старты Формулы-1, поскольку бывшая команда Racing Point сменила название. А все потому, что ее владелец Лоуренс Строл недавно стал акционером британского бренда. Редактор субтитров А.Семкин